Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. От любви до ненависти. За что мужчина так расправился со своей сожительницей? Сбивали, съезжали, переворачивались. Целая серия ДТП произошла за неделю в области. И затарился по полному. Полторы тысячи тонн запрещенного алкоголя в своей машине перевозил бубручанин. Мы начинаем. Ночь со 2 на 3 февраля для жителей многоэтажек на Ленина выдалась без преувеличения страшной. Здесь поздно вечером на площадке для сбора бытовых отходов был найден труп женщины. Ее личность, как и подозреваемого, по горячим следам установят следователи уже на следующий день. А тем временем местные жители начали выдвигать свои версии случившегося. Кто-то утверждает, что видел с балкона, как уже не живую 41-летнюю бубручанку тянули к мусорке. Кто-то даже слышал крики. Максим Кембель выехал на место преступления и попытался восстановить хронологию того страшного дня. И вновь работа для правоохранителей. Ночью 2 февраля в районе домов 60-62 на улице Ленина был обнаружен труп женщины. По оперативным данным, происшествие носит криминальный характер. Тело было обнаружено вот в этом месте. Вокруг жилые дома. Значит, оно на виду у всех. Обстоятельства страшной находки сейчас выясняют следователи. Возможно, кто-то из местных жителей и наткнулся на труп. О жертве преступления пока сообщается немного. Из женщины 41 год. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина, с которым потерпевшая накануне распивала спиртные напитки по месту его жительства. Там же следователями в ходе осмотра обнаружены личные вещи погибшей. Для установления всех обстоятельств следователи продолжают производство необходимых следственных действий. Ленина, 60, квартира номер 57. Это координаты, где произошло преступление. В настоящий момент вход в жилплощадь опечатан для проведения следственных мероприятий. Примечательно, что соседи, говоря о семье, где произошла трагедия, расходятся в своих комментариях. Я только от милиции узнала, что вот такое у нас произошло. Поэтому плохого ничего не могу сказать. Не самая благополучная семья. Сейчас это самая свежая информация. Бобруйск-360 будет следить за ходом расследования. Все подробности в наших следующих выпусках. Госавтоинспекция устанавливает свидетелей ДТП, которое произошло 29 января около половины девятого вблизи 201 дома по Гоголе, где травму получил пассажир Киа Соренто. А также разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного на пересечении Бахрова и Пушкина, что случилось в последний день января около девяти вечера. Здесь участие приняли автомобиль, такси и пешеход. Всем, кому что-либо известно, просьба позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах. В Могилеве утром 3 февраля на проспекте Пушкинском Киа перевернулась и протаранила Ауди и автобус. Водитель корейца получил ушибы. ДТП произошло около 7.30. За рулем Киа был 63-летний могилевчанин. Он при повороте не справился с управлением. Автомобиль занесло, но прокинулся на проезжей части. После этого Киа врезался в Ауди и автобус МАЗ, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. 2 февраля в полседьмого вечера в Могилеве 54-летняя жительница областного центра на Хонде Фит совершила наезд на 60-летнего могилевчанина, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход с травмами госпитализирован, световозвращающим элементом он обозначен не был. А 3 февраля около 8 часов утра в Чауском районе на 34-м километре дороги Могилев-Чериков-Костюковичи грузовик совершил наезд на неустановленного мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. Причины случившегося и личность погибшего устанавливаются. 29 января в Бобруйском районе местный житель, проезжая на МАЗе по транспортной развязке вблизи деревни Бабина-1, потерял контроль над управлением и врезался в барьерное ограждение, в результате чего грузовик опрокинулся. Водитель с травмами доставлен в больницу. Во избежание ДТП и их последствий водителям следует соблюдать безопасный скоростной режим и при любых обстоятельствах прогнозировать дорожную обстановку. Соотносить скорость необходимо с конкретной обстановкой, учитывая обзорность дороги, особенности состояния авто, погодные условия и состояние проезжей части. Крой могилевчан задержаны по подозрению в краже из торгового центра. Общая сумма похищенного – около 20 тысяч рублей. Подозреваемые в краже были задержаны с поличным. Сейчас устанавливается их причастность к другим преступлениям на территории региона. Предварительно установлено, ночью 2 февраля, проникнув в торговый центр, они похитили из 8 павильонов строительные инструменты, ноутбуки, мобильные телефоны и другую цифровую технику. 30 января в Бобруйске правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который в микроавтобусе перевозил 150 10-литровых пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью. Емкости не были промаркированы акцизными марками Беларуси и перемещались без сопроводительных документов. Общая стоимость изъятого превысила 30 тысяч рублей, назначены экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Реанс. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»